здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа аркадели и я Вика сегодня мы вяжем третью шапочку по счету из моего хит парада узора я вот связала образец маленький вычислила этот узор и начала вязать шапку так нитки девчонки нитки 80 метров 100 граммов толстой нитки вторая вещь спицы пятерочка набрала 67 петель это тут уже я вычислила четко поэтому вяжем четко по описанию 67 петель и вяжем резинкой 1 на 1 раппорт узора у нас будет состоять из 16 петель 4 для завершения узора поэтому 67 петель четко вяжем пока для начала резинкой 1 на 1 так девчонки провязала я 14 рядов резинкой 1 на 1 теперь разбираемся с узором очень важно внимательно вот здесь вот я буду вязать полностью целый ряд а вы полностью повторяете за мной значит 1 кромочная 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 1 лицевая 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 подвинули теперь резинка 1 на 1 7 петель лицевая 7 петель я проверю вы просто посчитайте можете здесь поставить ограничители вот эти 7 петель они должна быть резинка вот здесь вот предыдущие 9 петель лицевых далее 9 петель лицевых и так до конца ряда как же мне неудобно пытаюсь снимать так чтобы вам было видно хорошо и опять 7 петель резинкой заканчивается ниточка я привяжу следующую тут хорошо что в отвороте я узелок смогу спрятать не хочется мне склеивать потому что эти толстые нитки потом будет лоб царапать так далее 9 лицевых то есть у нас рапорт состоит из 16 петель снова 7 7 петель резинки 1 на 1 1 2 3 4 5 6 7 9 петель 4 5 5 6 7 8 9 5 6 7 7 8 9 и 4 петли резинки раз и последняя кромочная резинку чтобы у нас осталась эта резинка а те девять петель вот 4 петли резинки два три четыре а девять петель мы вяжем лицевыми чтобы у нас получилась платочная гладь вот таким вот образом мы потом будем перебрасывать наши петельки делает наш узор вот мои 7 петель резинки 4 5 6 7 далее 9 петель лицевыми то есть эти 9 петель вяжутся лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду 7 петель резинки вяжется резинкой то есть по узору 4 петли получается в начале в конце по 4 петли начинается там с изнаночной во всех остальных случаях вяжется первая лицевая и далее вяжем таким вот образом в лицевом ряду 9 петель лицевыми в принципе оно получается что вяжется одинаково лицевой и изнаночной только отличается там где моменты с резинкой в лицевом ряду начинается с лицевой петли в изнаночном ряду начинается с изнаночной петли ой перескочила поэтому тут в этом узоре важно очень нитки спицы плотность чтобы четыре рапорта у нас получилось как на шапочке 4 последние петли далее вяжем точно таким же образом вот она видите вот эти девять петель платочной вязки внутри но потом она будет виднее это первый ряд пока не очень видно потом будет виднее все равно проявить так вот видите провязала я 6 рядов и теперь оно видно хорошо вот эти 9 петель платочной гладью и 7 петель резиночкой теперь мы начинаем вот эти наши повороты перемещения так центральная петля изнаночную вы потом увидите первую снимаем изнаночную провязываем теперь это будет лицевая гладь провязываем лицевой вот эти три петли вот видите мы их перебрасываем поверх одной вот этой значит смотрите я снимаю четвертую петлю на спицу теперь снимаете 3 одеваю их и эту четвертую перебрасываю сюда и провязываю ее лицевой то есть наши 9 петель платочной вязки теперь будут перемещаться сюда резинку мы как вязали так и вяжем по узору из 9 петель платочной глади у нас остается 7 2 3 4 5 6 7 теперь эти 7 петель смотрите 3 петли резинки мы меняем местами с одной петлей платочной глади провязываем резинкой по узору эту петлю которую мы перебросили тоже лицевой провязываем то есть это у у нас будет платочная гладь центральную изнаночную провязываем лицевой и далее следующие 3 петли мы перебрасываем налево то есть они у нас расходятся вот так вот по сторонам и до конца ряда точно по тому же принципу изнаночный ряд мы вяжем по узору где лицевая гладь там лицевая гладь платочная вернее где резина там резинка еще раз вам покажу вот три петли из нашей резинки мы меняем местами с одной петлей платочной глади все тарахтит девчонки у нас такой вытрюган сегодня не знаю будет ли это видео такое впечатление что и деревья попало пока камеру поправила так мне все улетело вот здесь вот в центре у нас получается три платочные эти три резинки три резинки у нас расходятся по сторонам и так до конца ряда и изнаночный ряд мы вяжем по узору вот провязала я изнаночный ряд смотрите уже видно что она расходятся по сторонам и далее продолжаем мы перемещение наши здесь у нас теперь платочной вязки две петли две лицевые и вот эти наши три мы опять перемещаем влево одну петлю перемещаем сюда провязываем ее лицевой резинку нашу продолжаем вязать резинкой всегда до конца шапочки тут у нас остается теперь 5 лицевых петель 3 петли резинки перекидываем справа теперь у нас здесь по центру получается 5 лицевых петель то есть 4 и 5 мы сейчас вот перебросим что такое вот она еще раздвигается в стороны расходятся в стороны и так до конца ряда опять то есть тут у нас платочная гладь уменьшается тут она увеличивается изнаночный ряд вяжем по узору так девчонки видите провязала я изнаночный ряд уже наш узорчик начинает рисоваться следующий ряд три лицевые четвертую мы перебрасываем тут в принципе все уже идентично просто перебрасываем продолжаем вот эту линию перебросов уже видно что как они идут то есть они должны сойтись в одном месте эти наши петли резинки а лицевая гладь перебросится на другую сторону вернее вот сюда среди этих этой резинки тут у нас осталось 3 лицевые петли уже уже мы приближаемся к финишу 7 петель у нас уже будет 2 3 4 5 5 6 6 7 мы сейчас перекинем так вот он видите изнаночный ряд смотрите как они выглядят эти перекинутые петли которые мы перемещаем значит изнаночном выглядит так в лицевом вот так вот и так до конца ряда то есть еще перемещаем и сдвигаем здесь в этом месте раздвигаем в этом так и последний ряд девчонки для наших перебросов еще покажу вам что у нас как оно выглядит чтобы вы могли сравнить со своим вязанием в этой части у нас три петли лицевой глади остаются в этой части у нас остается уже как бы есть 7 так последний ряд перебросов потом чуть-чуть отдохнем будем вязать ровненько кромочную 1 2 3 4 5 забираем отсюда и там у нас уже остается одна петля которую мы будем вязать уже изнаночной то есть эта петля у нас уже будет спишется в резинку изнаночной уже не ли вот она здесь она уже не будет лицевой вяжем изнаночной тут у нас еще одна петля осталась мы ее убираем перебрасываем налево девчонки вы чтобы не потерялись в узоре вот запомните себе там где у нас узор резинка мы всегда вяжем резинкой то есть она должна непрерывно вот отсюда переходить сюда потом туда она пойдет то есть в изнаночном ряду мы вяжем только по узору где у нас лицевая гладь мы вяжем только лицевой гладью ой платочной извините платочной вязочкой таким образом у нас получается уже в том месте где у нас платочная вязка те 9 петель которые у нас из которых мы начинали только они перемещены тут опять же тут одна остается когда уже остается одна ее мы вяжем изнаночной далее вяжем ровненько уже без никаких перемещений то есть 7 петель резинки и 9 петель платочной глади вот они у нас уже переместились теперь мы эти 7 петель вяжем ровно без изменений 9 петель платочной глади тоже без изменений так провязала смотрите девчонки провязала я 8 рядов ровно без изменений хорошо видно узорчик теперь мы будем вот эти петли видите это наша резиночка это наши 9 петель центральной платочной вязки теперь опять же мы будем разделять эту резиночку и перебрасывать в обратную сторону вот так вот раздвигать убирать эту эту часть и добавлять то есть перебрасывать ее сюда то есть то же самое то есть то же самое потому как ну как не по-другому просто в начале ряда видите у нас тут как бы половина этого ромба в начале ряда мы будем вязать платочную чтобы вернуть наши вот эти три петли сюда так 8 рядов еще раз повторюсь 8 рядов я провязала теперь надо вот так вот как-то положить чтобы было хорошо видно раз два три четыре лицевые девчонки что хочу сказать еще тут у меня идея пришла взяла пятерку возьмите шестерку хотя бы спицы и вяжите свободненько теперь эти три петли мы переменяем местами с одной петлей этого ромба то же самое девчонки просто я вам показываю чтобы было понятно что куда перебрасывается чтобы как бы в начале ряда вы не не потерялись то есть теперь мы двигаемся сюда это лицевая и тут как которая у нас раньше была лицевой здесь потом мы ее перевели в изнаночную теперь снова она у нас становится лицевой петли 3 петли меняем 3 петли меняем местами лицевой петлей провязываем тут у нас теперь не 9 а 7 как как в предыдущем рапорте 3 4 5 6 7 и опять наша резинка которую мы раздвигаем по сторонам 3 петли направо 3 петли налево я думаю далее уже в принципе показывать и не надо потому как вы уже поняли сам принцип просто все то же самое что мы делали до этого просто немножечко в начале ряда по-другому сейчас значит повторение мать учения здесь мы как бы двигались от начала сюда и тут в обратную сторону двигаемся сюда то есть если ориентироваться на эти 7 петель то просто мы их раздвигаем она саму потом все вырисуется чем вяжем пока у нас не останется не будет здесь 9 петель а здесь не останется одна как в том предыдущем случае и которую мы потом из нее сделаем изнаночную все идентично как вот здесь вот только она перебрасывается вот так вот и получается ромбик вот так вот девчонки выглядит наш завершенный ромбик видите теперь мне осталось как бы эту шапочку закончить мы с вами и вот еще раз показываем ромбик мой убавление буду делать пока только в этом секторе ромба пока а потом посмотрим вот эти полосочки я сохраню чтобы не терялся не терялся узор две петли провязала из девяти третью четвертую вместе одну провязала третью четвертую вместе вот так вот тела я смотрю на вязание в камера уехала две петли я провязываю лицевой резиночку без изменений что хочу сказать девчонки я вам сейчас потом потом покажу сейчас потом спицы потолще пожалуйста потому как я чуть-чуть я покажу разницу покажу в чем проблема так следующий родом две лицевые две вместе одна лицевая две вместе далее две лицевые значит почему потолще нитки потому что нужно послабее чтобы в четыре рапорта вот эти не нитки а спицы господи я уже устала сегодня потолще спицы послабее вязка больше плотность потому что получилось бы маленькое тут очень важно чтобы мы в этот ромб списали целую шапку то есть мы не можем связать по два рапорта знаете уже потеряется весь смысл этой шапки поэтому нитки 80 метров 100 граммах это в принципе она вот только спицы либо свободненько вяжите либо потолще спицы в конце я вам измеряю плотность вязания дай бог не забыть чтобы вы могли вас было по чему ориентироваться там где резинка то я думаю неважно потому как резинка в любом случае растянется ну где вот эти ромбы нужно немножечко послабее вот смотрите она кстати я не знаю как на видео тут я обвязала ту же тут послабее надо там где послабее чтобы эти четыре ромба как бы шапка у нас вписалась в эти четыре ромба здесь вот была макушечка так что семерочка шестерочка вполне подойдет да вот я смотрю без камеры возможно на видео будет видно видно что тут плотнее а тут слабее вот так вот чтобы слабее мы убрали из каждого ромба по одной петле так изнаночный ряд вязался без изменений следующий лицевой резинка без изменений в ромбе мы вяжем одна лицевая вместе 1 лицевая то есть уже у нас остается 5 петель и так до конца ряда в каждом ромбе делаем такие убавления резинку без изменений следующий ряд изнаночный как обычно без изменений девчонки я уже не буду говорить опять же убавление в следующем ряду опять в ромбах у нас уже осталось тут 5 петель и чик теперь мы вяжем лицевой 2 вместе 1 лицевая 2 вместе и так до конца в каждом ромбе каждом ромбе мы убавляем до трех петель по две петелечки убавляем так и теперь мы будем это все дело закрывать очень заканчивать очень быстро буквально в двух рядах вот когда у нас уже в ромбе осталось три петли теперь смотрите тут уже у нас будет помпон тут уже нам нам эстетическая красота не нужно первые три вместе далее по три петли вместе нам важно просто красиво стянуть и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...